Родская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина предлагает юным читателям обзор книголети в самой замечательной поре, когда мы совершаем увлекательное путешествие и открытие, общаемся с друзьями, встречаем новых интересных людей. А как вы проводите лето? Лещитесь в речке? Ходите на рыбалку? Или, может, катаетесь на велосипеде? А вы когда-нибудь приручали лягушку? А в колдовство играли? И наверняка строили шалаш, ставили спектакль для родителей. Повесть Евгения Ярцевой «Лето. Лучшая пора» — это живые, занимательные истории, рассказанные от лица 10-летней девочки Маши. Каждый ее день не похож на предыдущий и непременно сулит новые приключения, неожиданные и смешные. История о жителях приречной страны норвежского писателя Рене Белсвика «Просто лето и кое-что еще» повествует о повседневной жизни шестерых детей наивного простодурсена, надежного ковриксена, неугомонной октавы, непутевого сдобсена и вредного пронырсена и утенка, умеющего отыскать необычный смысл в обычных вещах. В этом завораживающем мире то ли сказки, то ли притчи времена года меняются друг за другом. Герои ссорятся и мирятся, радуются праздникам, мечтают о неведомой стране и воплощают мечту о золотой рыбке. Когда Маруся, героиня книги «Мы с бабушкой Чкертилиной Зверевой» ехала в деревню к бабушке, то думала, что ее встретит старушка в платочке, но бабушка оказалась другой, она ездит на велосипеде, играет в шахматы и как пират взрывает клады, хотя и на огороде. А еще у бабушки имеется телескоп, чтобы разглядывать кольца Сатурна и мишель, по которой можно стрелять вишневыми косточками. Ни героям, ни ее читателям скучать не придется. Проводит лето в деревне с бабушкой и девочкой по имени Тая из книги Натальи Савушкиной «Царское лето». Но Тая не до веселья, и даже любимый торт «Печи молоко» не радует, ведь она его не заслужила. Не потому, что дневник, полный стройных и гордых пятерок, портит одинокая четверка по математике. Не потому, что обидела двоюродного брата. Он вообще первый начал, только ему все сходит с рук. А потому? Нет. Тая даже рассказывает стыдно, что она творила. Но за три месяца столько может произойти. Вдруг к осени все как-нибудь решится само собой. Впереди у Тая целое лето в деревне с дедушкиными самоделками и бабушкиными пирожками, со старыми и новыми друзьями. Тайна заброшенного дома, детективное расследование, непростой выбор и первое – настоящее горе. А еще и предстоит выяснить, что же такое царское дело и как его исполнять. А это тоже непросто. И хотя сама собой не решается ни одна проблема, Тая поймет, что в ее силах со всеми справятся. В книге Зины Суровой «Лето в деревне» вас ждет увлекательный и познавательный рассказ от лица 11-летнего мальчика, его впечатления от жизни в деревне и удивительные истории о лете, полных игр, творчества и незабываемых приключений. Зина Сурова написала эту книгу на основе личных впечатлений. Каждое лето она проводит семью в деревне. Франц, герой книги Кристины Неслингер, рассказы про Франца и каникулы, почти целый месяц проводит с родителями, а в остальное время за ним кто-нибудь приглядывает. То тетя Бетти, то бабушка, то няня Лили. Но вдруг выяснилось, что в этот раз у всех неотложные дела. И за Францом совсем некому присмотреть. Тогда мама предложила Францу поехать в детский лагерь. А почему бы и нет? Франц сначала согласился, а потом испугался. Он ведь еще ни разу не оставался совсем один без мамы и папы и бабушки. Что же ждет Франца в лагере? Найдет ли он себе новых друзей? И что будет, если устроить такую забастовку? А если нарядиться привидением, чтобы кое-кому отомстить? Оказывается, в летнем лагере можно и только хулиганить, но и столкнуться за сказкой. Аси на лето, Тамара Михеева, это очень необычная история о самой обычной девочке Прасковье Шуствой. Прасковье? А еще проще. Ася. Ася уезжает на лето в лагерь, где ее живут сказочные приключения. Она ознакомится с веселыми гномами и другими чудесными обитателями леса. Учится летать и отправляться на поиски живой воды, чтобы оживить засохший цветок. Но это еще не все. Аси предстоит сделать то, чего не смог бы ни один врач. Вылечить мальчика Колю, который очень ей нравится. Сказочные друзья согласны помочь, но главное зависит от Аси. Хватит ли у нее смелости и упорства, чтобы отправиться к грозному человеку и выполнить его задание. А как же проводят лето те, кому не повезло отправиться в лесный лагерь? Лето. Это время почти у всех ассоциируется с морями, долгожданными каникулами. На шумном морском побережье, толпами, отдыхающие новыми друзьями и, конечно, первой любовью. А для этого можно просто сесть на пояс и отправиться на юг, снять комнату в частном домике недалеко от пляжа и почувствовать себя совершенно счастливым. Именно об этом книгой Натальи Евдокимовой «Лет пахнет солью». Отдых на море выбрала семья следующей героини нашего обзора из книги. Крис Хиггинс. Моя веселая семейка на каникулы. Вот и наступили летние каникулы семейства. Биферлидлов отправляется на Корнуэльский полуостров. Как всегда, у мати есть о чем волноваться. А вдруг она потеряет багаж? А что, если кто-нибудь упадет с обрыва скалы? Или хуже всего, что если они кого-нибудь забыли дома? У мати всего 9 лет, но она беспокоится обо всем на свете. Что и неудивительно, когда у вас такая большая сумасшедшая семья, как у нее. Всегда есть о чем волноваться. Порастут ли семена, которые она вместе с братьями и сестрами посадила в саду? А чего усердится дедушка? А что происходит с мамой? Веселая и оптимистическая история о непростом семействе Беттерфельд и его ежедневных заботах. Что для вас лето? Согласитесь, лето без каникул совсем не лето. Но только представьте, когда вы отдыхаете от школы и скучных заданий, кто-то учится. В книге Павла Калмыкова «Лето разноцветной косолапой» есть на далекой Камчатке одна небольшая школа. Учатся в ней мальчишки и девчонки веселые медвежаты из самых разных уголков нашей планеты. Деловитый белый мишка Умка с острова Врангель застенчивый, панда Пай из Китая и неугомонный американский барибак Тедди Блэк, забавный медведь Кубач из Индии. В отличие от обычных школьников, воспитанники бурой медведицы Оксаны Потаповны не сидят целыми днями за партой. Они ходят в походы, играют-то ходятся, роют и берлогу, и ловят рыбу, отыскивают следы и слушают древние легенды, и попутно изучают камчатские растения и повадки животных. Вникают в особенности семейства медвежьих, а главное учатся бережному отношению к природе, взаимовыручке и настоящей дружбе. Оказывается, не только у меджата, интересно, проходит лето, но и поросятам тоже есть о чем рассказать. Битва с комарами, бьем, рервик. Представьте, вы спокойно отдыхаете, наслаждаетесь каникулами, Шелестят листья, а тут з-з-з, потом тишина, а вдруг болит от укуса комара Знакомо? Вот и поросенок попал в такую неприятную ситуацию Как они с лисом будут справляться с этим бесспорно вредными насекомыми Читайте и узнавайте вместе с детьми Но осторожно, есть риск, что от смеха будут болеть животики Лето такое разное, такое необычное У всех похожие, у каждого свое В завершении нашего обзора предлагаю познакомиться с яркой, веселой, очень летней книгой стихов Натальи Волковой «Мы с морем дружили». В ней много света, воздуха, моря и облаков, всего, чем запоминаются счастливые дни отдыха. Увиденный свежим, слегка озаренным взглядом ребенка, окружающий мир предстает здесь в новых красках и обзорах. Открывай книгу и отправляйся в увлекательное путешествие длиною в целое лето. На книжных страницах можно побывать в удивительных местах и узнать много интересного и нового. Субтитры создавал DimaTorzok